Собрать пазлы, используя лишь воображение, это одно из заданий первого регионального интеллектуального марафона «Через терник звездам». Для участия в битве умов в Новорингой приехали 130 школьников и студентов со всего Ямала. Программу марафона составили преподаватели Красноярской гимназии «Универс». Отмечу, учебное заведение на протяжении многих лет использует различные инновационные методики по развитию логического мышления. Амина Дышекова продолжит тему. В акт-вамзале школы номер 17 собрались школьники и студенты со всего Ямала. Многие из них – конкурсанты недавно прошедшей научно-исследовательской конференции «Вступим в будущее». Они серьезно настроены на интеллектуальную борьбу, но организаторы спешат предупредить. В этом турнире победителей не будет. У двухдневного марафона совсем другая цель. Понять каждому, каких на сегодняшний день умений, знаний, таких вот метапредметных, общих, не хватает. Что я имею в виду? Я имею в виду проявление лидерских качеств в группе. Я имею в виду проявление коммуникативных каких-то навыков общения, которые так необходимы для того, чтобы показать уже потом свои те или иные способности в узкой предметной области. И вот эта игра, я думаю, что она как раз направлена на это. Участников с помощью жребия делят на 13 команд. Все они получают конверты с заданием. В них пазлы, с которых каждая группа должна собрать картину. Детали распределяют между всеми членами команды. Их нельзя показывать друг другу. Рассчитывать можно лишь на словесное описание изображения, на конкретные детали. У нас общая цель, и мы как-то должны к этому быстро прийти. Нам дали время, поэтому безвыходная, так скажем, ситуация. Мы должны, мы справимся. Включается логическое мышление, мы знакомимся с новыми людьми, больше узнаем друг о друге. Действительно, ценность этого задания не в результате, а в самой ситуации. Участникам дают возможность проверить свои способности быстро принимать решения, а также максимально использовать знания в условиях ограниченного времени. Умение работать в команде сейчас основное для современной жизни. Умение работать с текстом, понимать, что там написано. Очень важное умение. Какая предметная область за это отвечает? И никакая и всем. А где та ситуация, где ребенок может в игровой пока форме действительно понять, умеет он это делать или не умеет? Вот у них будет, у этих ребятишек будет сегодня и завтра такая возможность. Северо-восток, первая линия. А теперь вот геомбра фамилиса. За столом сидят учителя. Им тоже стало интересно, как с помощью коллективной работы и воображения справляться с необычным заданием. Чтобы лучше понять, как работают механизмы развития логического мышления, необходимо изучить их изнутри. Те преподаватели, которые сопровождают ребят, для них это возможность узнать новые способы работы с подростками. И это тоже возможность. Если они этой возможностью воспользуются, то значит в той территории, из которой они приехали, город, район, поселок, они смогут этой формой поделиться со своими коллегами. Возможно, это будет принятое решение по организации аналогичных игр в этих территориях. Первый региональный турнир-марафон для подростков – это тот случай, когда главное не победа, а участие. Организаторы уверены, обмен опытом между преподавателями и общением между учащимися будут полезны для развития новых методик в системе образования Ямала. Аминады Шайкова, Масуд Мунаев, служба новостей «Импульс».